Холодные батареи, холодные не греют, абсолютно холоднующие. Жители 101-го микрорайона никак не могут согреться. Отопительный сезон начался, в их квартирах до сих пор холодно. Однако за тепло, которого нет, людям приходится платить. И немало, говорит многодетная мама Ольга Швецова. Вот если посмотреть, отопление на все лето рассчитан. Летом отопление нет, я не понимаю, за что так платить. И платить сейчас за отопление, если его нет, батареи не греют. Жительница соседнего дома Любовь Протопоп жалуется. За месяц удалось всего три раза помыться. Но иногда коммунальное благо все-таки появляется. Батареи были теплые, вот уже какой день, после шести, все, до утра. Время уже час дня, час или два уже дня следующего. Ни воды горячей нету, ни отопления горячего тоже нету. Судя по этим объявлениям, дома к отопительному сезону готовы. Такая информация появилась на подъездах два дня назад. Управляющая компания перекладывает всю вину на плечи энергетиков. То есть они, получается, расписались в своей некомпетенции. То, что они пришли сюда обслуживать этот дом, они расписались в том, что они совершенно не понимают и не могут справиться с такими проплениями, как отопление горячей водой. Тогда зачем такая компания здесь вообще нужна? Добиваться правды жители отправляются в управляющую компанию «Альфа-4». Директора на месте нет. В кабинете только один специалист. Она поясняет, все претензии к энергетикам. Они устанавливают в местных котельных новое оборудование. Нам их вчера на планировке сказали, что с 12-го числа будут устанавливать новый водоподогреватель там. Потому что одного не хватает. Ибо они его убирали совсем. Еще не факт. Будет это все? Очень факт. Когда в квартирах потеплеет, неизвестно. Жителям советуют успокоиться и продолжать жаловаться. Нам бы что делать? Жалуйтесь так же. Потому что когда мы звоним в Горанерго, жалоб нет. Но люди уверены, вход в отопительный сезон затягивается из-за того, что коммунальщики плохо обслуживают внутридомовые коммуникации. Поэтому некоторые буквально берут ситуацию в свои руки. Прошлый год сам лично дал сантехникам краны, чтобы они поменяли, поставили хорошие краны туда, шаровые. Потому что все скручено, все свернуто, там ничего не работает в подвале. Однако мужчина следит за порядком только в одном подъезде. Без тепла же оказались практически все многоквартирные дома в 101-м квартале. А тем временем семноптики уже на этой неделе обещают минусовые температуры. Только вот коммунальщики решать проблему с теплом не торопятся. Александра Поддубная, Екатерина Кузнецова, НТРТВ.